В региональном штабе общественной поддержки «Единой России» первые лица области. Павел Молков, Аркадий Фомин, Анна Рослякова. Повод более чем значимый. Прямо сейчас партия власти запускает электронное предварительное голосование. Еще до его начала практически во всех субъектах страны зафиксирована небывалая активность кандидатов. В 55 регионах пройдет 183 кампании. Конкуренция самая высокая. В этом году среди кандидатов предварительного голосования есть даже ветераны и участники СВО. Мы получили свыше 16 тысяч заявлений и конкуренция тут беспрецедентно высока. Так, конкурс по выборам депутатов Государственной Думы 20 человек на место. Конкурс по выборам в административных центрах мы выбираем мэра Хабаровска 12 человек на место. Средний конкурс по выборам в законодательные собрания 7,5 человек на одно место. Средний конкурс по выборам в административных центрах это 5,5 человек. И хотел бы поблагодарить наших коллег из Архангельской области, Республики Саха, Якутия и Рязанской области. Коллеги создали такую очень высоко конкурентную ситуацию. Системой зарегистрировано уже больше 2 миллионов избирателей. Для безопасности от внешнего воздействия ключ шифрования блокчейна предварительного голосования Единой России был разделен на 4 части. Их передали на хранение сенатору Александру Карелину, президенту ПАО Ростелеком Михаилу Осиевскому, заместителю секретаря Генсовета Единой России Сергею Перминову и первому зампредседателю комитета Госдумы по просвещению Алене Аршиновой. Так, процесс и обнаружение ключей начался. Обнаружены все 5 ключей. Этой осенью рязанцам предстоит выбирать депутатов Городской думы. Электронное голосование позволит определить кандидатов от партии «Единая Россия». Документы подали 210 человек. Среди тех, кто претендует на право выдвигаться в Рязанскую городскую думу, действующие депутаты, активисты общественных организаций, студенты, молодогвардейцы, волонтеры, участники спецоперации. Я напомню, что все жители города могут принять участие в предварительном голосовании в выборе своего кандидата от «Единая Россия», который пойдет потом уже на выборы официально от партии. И очень важно принять участие и определиться уже сейчас, для того, чтобы быть уверены в будущем нашего города. Для тех, у кого в силу каких-то причин нет, возможности проголосовать на портале в электронном виде. Есть возможность прийти на специальную площадку, всего 20 по городу, и там уже с помощью волонтеров, помощников отдать свой голос. Помогут пройти всю эту процедуру от начала до конца, все это сделать можно очень быстро, комфортно. В течение 7 дней каждый рязанец старше 18 лет, прописанный на территории областного центра, сможет проголосовать за своего кандидата на сайте pg.er.ru. До 26 мая необходимо зарегистрироваться в качестве избирателя с помощью учетной записи портала госуслуги. Предварительные итоги подведут в следующее воскресенье.